У нас на памятнике четыре подписи. Гагарина, Титова, Николаева и Поповича. Но при открытии памятника, оказывается, присутствовало три космонавта. Юрий Алексеевич Гагарин, Попович и Николаев. Титов был в это время в командировке, и он приехал позже и расписался. Историю о создании в Монина легендарного монумента «Слава покорителям космоса» Владимиру Козлову рассказал сам архитектор Лев Лавренов. В День космонавтики авторы скульптурной композиции Григория Постникова, а также первопроходцев космоса Юрия Гагарина, Андриана Николаева, Павла Поповича и Германа Титова вспоминали на торжественном митинге. Приятно смотреть на школьников, на счастливые, хорошие лица. У вас все впереди, это здорово. Хочу вам пожелать, кроме счастья, удачи, здоровья, очень и очень мирного неба над головой. Сегодня исполняется 60 лет основания данного памятника покорителю космоса. Это символ нашего города. Открытие монумента, символизирующего масштабное освоение космосом Советским Союзом, состоялось 25 октября 1962 года. Для монинцев этот день навсегда вошел в историю. Жители почувствовали себя причастными к эпохе становления пилотируемой космонавтики. Народу было море, кругом народ, вообще ни одного места свободного не было. Через голову смотрела на Гагарина. Такое счастье было. Монументальную конструкцию желали увидеть у себя многие крупные города. Однако командование Военно-Воздушной Академии собрало веские аргументы, чтобы композицию установили у дома офицеров. Этот памятник, благодаря начальнику Военно-Воздушной Академии, Красовскому маршалу авиации, герою Советского Союза, оказался здесь. Это была проделана огромная работа. Это был первый памятник в Советском Союзе космонавтики. Спустя шесть десятилетий скульптурная композиция не утратила своей исторической ценности. Она демонстрирует извечное стремление человека оторваться от Земли и познавать неизвестное. Когда слетал Юрий Алексеевич Гагарин в космос, на любом клочке нашей необъятной планеты его встречали овациями, цветами, возгласами прославляющими не только самого Юрия Алексеевича, а нашу страну. Ту науку и ту культуру, которая сумела первой в мире осуществить запуск человека в космос. В день открытия мемориала газета «Советская культура» процитировала Юрия Гагарина, написав «Кажется, что человек, получивший от Прометея огонь, несет его в космос. Это мирный огонь». Космическая композиция получила всесоюзную известность. Ее печатали на почтовых марках, изображали на ценных сувенирах. Это еще одна не менее яркая сторона истории пилотируемой космонавтики. Михаил Налетов, Игорь Поляков. Щелковское телевидение.